хей ой гейсу мишеньки мы продолжим пройти руку под названием dark souls 2 короче а я без записи быстренько на фармил на этих слонах слонов дают тысячу сто в этом я убил всего лишь два слона купил две три хилочки прокачал себе ученость чтоб мы с вами смогли использовать магию дальше что я могу еще сказать мне выпало с гномом старый камень простоты передает оружие силу простоты из меня волшебный титанит придает оружие силу простоты не использовать на счетах не используется люди не привыкли интересовать банальными вещами но иногда самый заурядный примет способен полностью все изменить то есть это обычные предметы с которой допустим с эффектами можно наложить на них простоту из них сбрасываются вот эти херни за счет чего у них повышается статы именно от рук вот этой херни так давайте я ящик я вжигать не хочу короче это усложняет костер восстанавливает босса что можно с боссом заново сразиться нам это не надо так 22 так починка нам нужны камешки пускай будут красивый хвостик скидываем от вас 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 вещи это остается защиты скидываем так взрывается ковенант здоровья скорость восстановления выносливости дополнительное равновесие баланс ответный выпад постепенно восстановление херня с маги в основном с мощное лечение не знаю нам нужно интеллекты 26 а то есть если я хочу хилиса мне нужно еще и это вкачивать прикольно нам хотя бы с вами вкачивать на самом деле то что мы сможем заширивать на меч я тоже потом этапа накупляюсь все вся всего так это мы где крысиный босс добыл до жалко что туда забраться нельзя так дальше что мне по одетым вещам урон увеличивают ставим душем так этого я чуть не убил крыса так тут мы нашли с вами шмотку мы побежали дальше да я больше ничего не вижу еще ты будешь кулаками драться ни хрена прикиньте прикольно у меня чет кажется это была ловушка что кто-то мог и тут сидеть обломок титанита доспех воителя ух ни хера ты тяжелый еще пусть доспех воителя гирмов доспех воителя кочевника гирмов отлично сбалансировано идет надежно защищает но очень тяжелый большинство потомков на роге расстраняться чужаков и глубоко презирая тех кто когда-то изгнал их ясненько да титанит у нас до хера нужно будет зачаривать оружие ухи и мая пойди мне должны дать титанит если он сдох это откуда-то сокращение пути будет по ходу нет пойди когда в третью часть когда эти падали они вздыхали сразу о большой молот вещи оружием по урону даже хороший но вес очень большой большой молот народа гирм большой молот кочевника из гирм импровизированное оружие сделано из наковальния это молот такой тяжелый каким каким и кажется отнюдь не изящная работа но каждый удар достигнувший цель наносит серьезный урон о тяжелый бригад и пошли это у меня сколько перегруженность 73 дам 73 а сколько у меня вообще по статистике должно быть перегруженность 80 почему не перегруз походу то вообще перегруз перегруженный муж не рисковать такие маленькие проходики вот вот хер знает тут кто-то нападет и потом фишу отразишь атаку так сзади никто не нападет так какой-то фонтан чисто самоцвет жизни так во первых вижу костер во вторых вижу обычных солдатов и херня в том что этих солдатов тут просто ого-го а то есть я отсюда могу втихаря к ним не могу учили как-то темное оружие давайте помогу а у тебя там тоже из прохода давай приятель ну я знаю ты хочешь пройти давай давай сюда ко мне молодец шлем сокольника шлем сокольника шлем волгинских сокольников солдат волгин не раз проявляли не несостоятельность в бою и со времени их заменили наемники сокольниками на самом деле сокольники этих телохранителей на службе узнайте а и глава главная задача следить за тем чтобы никто не слова так не совал свой нос куда не следовало будем я думаю каждого потихоньку выкуривать опа попал а 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 ладно с этими лучше по одному сражаться это походу кабанчики которые были маленькие стали большие да даже сокольники столько перешить не могут а а а а давай давай кабанья кабанья сюда давай давай мой хорошенький но удар их стопят это хорошо да это плохая нежить тут засад нету окей душа безымянного солдата душа безымянного солдата душа гордого солдата душа безымянного солдата растекающая стрела да сюда я с ними говорю я с большой толкует сражаться вообще не собираюсь с ними по очереди драться это довольно легко снова чтобы притом и при этом я не попал в просад потому что они могут и наносить довольно до хера поэтому я пытаюсь не рисковать с собой вот о чем я и говорил а так это чел с рапирой но думаю в чем в чем подвох а он с рапирой видите эти со саблями они полегче так метательное оборудование ухманной там локейшн о там храм так дохера рыцарь во первых вижу давайте смотреть что вообще видим первый лучник раз стоит там трое внизу один там стоит это проход чтобы туда попасть типа и вниз спускаюсь там обхожу допустим там я выхожу а это другой проход во первых чтобы никаких проблем не было мы сначала снимем тебя я понял своими самонаправляющими сундук с деревом внутри большая душа также мы слышим что здесь кто-то есть кто-то рычит может даже не здесь но кто-то рычит и очень близко по ходу под землей да внизу есть проход я понимаю на что они намекают вещи давайте сначала так попробуем ага все я понял ну теперь это все объясняет куда куда где проход отойдете в сраку теперь я буду мучиться пытаться запрыгнуть с первого раза тогда получилось теперь блин урна святой воды урна святой воды сосуд наполненный прозрачная вода призванная служить для исцеления святая вода жжет плод нежитий и полых святую воду добывают из надежно защищенных источников древней столицы миры но с тех пор как в мире разозлилась так разразилась война такая вода стала редкостью вот с кабанчика что-то еще выпало гладкий шелковистый камень да да манать охренеть куда он упал гг чуваки минус я если он упал вниз это прощальный гимн он по земле и ходит он застрял надеюсь прошу скажешь ты застрял да он застрял но подходить все равно не советую потому что он может как рвануться это ребят если что мимик знакомьтесь но раньше мимики только посох мудрости и темные поножи раньше мимики только были этими деревянные сундуки а теперь даже железные посох мудрости посох из погибшего ольфриса усиливая действие волшебника не может использоваться для нанесения порчи кристаллов на вершине увеличить силу заклинания и без того хороший посох усиляет кристаллом истощающий мощную магию ага так еще что-то поножи дали темные поножи поножи рыцарь тьмы никто не знает кто они на самом деле однако считается что они могут спокойно управлять тьмой в легендах их называют несчастными стремившийся прост постичь древнее мастерство похищенной жизни так значит что мы делаем смотрим штанишки на не как бы хорошо но они довольно хорошими но блин давайте лампу пробуем ну давайте я не знаю и по основной стороны штаны на 38 легче будут от молнии лучше защищает лампской будет у костра не отдыхаем чтобы на всякий случай хотя я могу уже отдохнуть у костра все равно я этих врагов ахрить не собираюсь так ведь так ведь здесь мы с вами принципе все излутали эту часть территория стоп а точно так ящик с предметами поехали вода три штуки оставить крысиного командира мы не считали душа командира крысина и гвардии защищающий царство крыс служитель крысиного короля должен обладать наималой смелости чтобы пройти его испытание используя в душу этого храбрости понятно медаль света медаль для подношения на альтарь света медаль с изображением солнца поднесите его на алтарь чтобы укрепить связь со своим орденом исходя от медали тепло наполнено сердце и его обладателя доблестью храбрый воин никогда не наносит такие медали так некогда носившие такие медали уже нет но солнце будет светить вечно состязание признанная выявить истичь так из истинного сына солнца начинается это если что он подношение солнце типа выславим солнце когда вы руки поднимались это типа мем ну думаю пускай ладно лишит так это все мне надо ла бинокль идет в сраку я смогу слуха прицеливаться ла призрачные штанишки хасарян да мерсей титанита мне мало но я встречал врагов таких много но не врагов а ящерок на их никогда не убивал потому что я не хотел убивать ну смотрите есть анимация развивающих а так это тоже работник чё е 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 слушать а вы не не просто так сделанные ребят я вам скажу я то думал вы какие-то слабенькие выдашь и сильнее сокольника будете и поопасней точно стокольники больше отлетели душа отважного воина так смены хвостик одет по факту я могу спуститься я не сдохну по факту типа на мне одета кольцо я могу спрыгнуть пойди на арку так как очень высоко все равно сделается крик я падаю умираю поэтому пока что так а да я еще знаю одно место куда мы с вами сбегаем хотя можно на них больше двоих пойти ты тут один забрать предмет огненная бабочка ясно очередные пещеры я такой тупой не увижу паука а Была бы опасность, если и надо мной был бы один паук. А слышно, как их лапки бегают. О, а там еще некоторые в этих сидят. А знаете, что я сделаю? Я поставлю на паузу, пробегусь быстро и возьму огонь из костра. Так, все, огонь я принес сюда. Пускай будет. Это не сундук, а мимик. Блин, отсюда, конечно, не видно. Но сейчас давайте зашу, посмотрите сами. Это было видно. Ну, я думаю, вы заметили зубы. О, видите? Промежуток между сундуком. А, они боятся. Хм, хм, хм. Прикольненько. Я не знал, что они боятся света. Вот видите, я проб... А, хотя, может, это железка мигала. Ну, а сейчас посмотрим. Давайте, знаете, как лучше. А, ладно. А, нет. Странно. Ну, ладно. Я понял, я понял. Тяжелый был дым. Интересно, что было бы. Ясно. Короче, как я понимаю, нужно человеческую фигурку ездить. Если знаков нет, то идем без человеческой фигурки. Логично. Там нигде не было в начале. О. А. Это просто свет горит. Ладно, погнали на босса. Ну, блин, все равно бегать сюда каждый раз. Геморно. Хотя просто через паука пробегаешь, дай все. Я понял. У-у-у, я понял. До свидания. У-у-у, я понял. Пссс. И это ваш босс. Кабаны в начале пострашнее вас будут. Да ладно. Вы серьезно издеваетесь? Как мне атаковать ее? Пипец. Кусок титанита. Так, я, получается, сюда, да, пришел? Значит, нам туда. Ну, ясное дело. Ну, босс был очень сложный. Блин, я даже не знаю. Раз, прыгнуть можно. Два, можно куда-то залезть. Три, там есть проход. Проход, скорее всего, туда к... К чему-то непонятному. Четыре. О, тут еще костер есть. Ладно, давайте тогда, я думаю, с вами на этом закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. В прошлой серии, в следующей сразу, на следующей серии я слетаю в Маджулу. Куплю стрелы и куплю новый левел. Поэтому всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok